Здравствуйте! В эфире телеканала CBC, передача «Экономика дня» и я, ее ведущая Елена Косолапова. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию в мировой экономике в связи с распространением нового штамма коронавируса. Отмечу, что после обнаружения штамма Omicron в ЮАР в конце ноября многие страны ограничили авиасообщение с африканским континентом и еще больше ужесточили правила въезда. Кроме того, в связи со стремительным распространением COVID-19 ряд стран будут новые ограничительные меры. Возможен ли еще один глобальный локдаун? Как он отразится на мировой экономике, еще не оправившейся от предыдущего карантина? И смог ли бизнес за два года адаптироваться к работе в условиях ограничений? Все эти вопросы будем обсуждать с экспертами, которые подключились к нам по видео связи. Это Ильгар Велизаде, политический аналитик, специалист в области экономической географии и Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук. Уважаемые эксперты, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир, спасибо, что присоединились. Господин Зубец, хочу начать с вас. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, возможно ли снова, что будет введен такой глобальный локдаун, как был в 2020 году? Тогда вводили, понятно, что были какие-то прогнозы, как это отразится, но вводили оперативно, на самом деле никто не мог точно сказать, доподлинно не было известно, какие последствия будут. Сейчас по опыту мы уже знаем, как это отразилось на экономике, как это отразилось на ситуации в мире, и это и социальная напряженность, это рост безработицы, это банкротство многих компаний. То есть, учитывая весь этот опыт, как вы считаете, пойдут ли государства при необходимости вновь на полный локдаун? Смотрите, нынешняя волна уже даже не третья, и, по-моему, даже уже не четвертая коронавируса в мире. И на сегодняшний день правительство в разных странах мира выработали основные способы реагирования на вот эти волны коронавируса. Всем понятно, и правительству, и населению, и бизнесу, что полное закрытие экономики страны это экономическая катастрофа. Локдаун плюс внешняя изоляция. Поэтому на сегодняшний день таких вот полноценных закрытий с ограничением потоков, товаров, людей, уже не будет. То есть, очевидно, что если и закрытие происходит, ну вот как Бельгия там недавно закрыла свои границы, там Израиль и так далее, то при этом внутренняя жизнь в стране правительство пытаются не трогать. То есть, внутренняя жизнь экономическая, социальная, она продолжается. То есть, на сегодняшний день возможны локдауны, которые не сильно ударяют по эффективности функционирования экономики. Я вот перед передачей посмотрел последние данные по потребительским настроениям и настроениям бизнеса в странах, которые закрыты, ну в том же Израиле и так далее. И я не увидел никакого серьезного падения в настроении бизнеса, планов бизнеса, то, что там отражено в индексе PMI, и потребительских настроений населения. То есть, ну какого-то серьезного провала в тех экономиках, которые сейчас собираются закрыться или уже закрылись, я думаю, что не будет. Потому что правительство понимает, насколько это разрушительно и постарается соблюсти баланс между изоляцией страны и пресечением попадания на территорию людей, зараженных вот этим вирусом и микрон, с одной стороны, а с другой стороны, сохранением функционирования экономики. Если мы смотрим на нефтяные котировки, то ничего катастрофического на нефтяном рынке не происходит. Если мы смотрим на рынок, на котировки тех же самых авиационных перевозчиков, там тоже есть падение, но это падение в общем незначительное. Ничего предвосхищающего провал 2020 года мы на сегодняшний день не видим. И есть ощущение, что никакого серьезного ущерба для экономики, вот это появление последней версии вируса, микрон, и никаких катастрофических последствий для экономики от этого не будет. Во-первых, потому что все понимают, насколько это опасно, а с другой стороны, ну вот, закрытие экономики. А с другой стороны, уже есть способы реагирования, которым правительство, я думаю, постарается следовать и не предполагающих серьезных закрытий внутри экономики той или иной страны. Господин Велизаде, я хочу обратиться к вам. Как вы считаете, если все-таки будут усиливаться ограничения, вводиться новые локдауны, даже если не в масштабах мира, а в масштабах отдельных стран, как вы считаете, какой эффект это будет иметь на экономике? Вот такой же, как был в 2020 году? Или все-таки сейчас он будет меньше, учитывая то, что уже какой-то опыт есть, бизнес потихонечку приспособился к работе в новых условиях? Или, может быть, наоборот, сильнее будет эффект, учитывая то, что многие сферы экономики еще не восстановились до уровня 2019 года и как бы опять их прикроют? Ну, я в данном случае также относительно более оптимистично настроен, все-таки соглашусь с предыдущим нашим экспертным гостем. Дело в том, что даже если посмотреть на цифры экономических прогнозов, которые приводятся ведущими экономическими институтами, таким, как МВФ и другими, то мы видим, что хотя определенные корректировки существуют, но все-таки в целом в ряде случаев, как говорится, о росте мировой экономики и о региональных экономиях, ведущих региональных экономик. То есть таких серьезных алармистских предупреждений или же тенденций не ощущается. Конечно, вот здесь тоже нужно отметить, что существуют корректировки прогнозов экономического роста. Все-таки до появления этого нового вируса и до вот этих новых ограничений, скажем, прогнозы были более оптимистичными. Сейчас они все-таки корректируются в сторону меньших, значит, таких показателей. Но все-таки положительная динамика есть. С другой стороны, конечно, экономика сегодня адаптируется к новым условиям. И, в принципе, эта адаптация проходит, конечно, в очень сложных условиях. Дело в том, что сегодня еще происходят также структурные изменения в мировой экономике. Это тоже фактор, который влияет на показатели экономического роста. И, кроме того, если мы говорим о секторах, экономических секторах, то нельзя не обратить на такую тенденцию, как повышение цены на сельскохозяйственные продукции в целом ряде стран. Ну, мы не можем говорить сейчас о полноценном продовольственном кризисе. Но вот какие-то такие симптомы ухудшения ситуации здесь наблюдаются. И многие правительства предупреждают, что будет наблюдаться рост продовольствия. В какой-то степени это связано с ограничениями. В частности, сокращается производство минеральных удобрений, поставки. Цены растут не только на продовольствие. Если посмотреть на статистику, инфляция наблюдается везде. И там растет цена практически на все. Да, совершенно. Это потребительская инфляция. Частью, кстати, она вызвана восстановлением. Как это ни парадоксально, восстановлением экономики. То есть потребительская активность. В значительной степени речь идет об этом. Это потребительская инфляция. А что касается подожжения всей хозяйственной продукции. Это в частности из-за, скажем так, нарушения цепи поставок. Кроме того, на это еще накладывается очень хорошая ситуация, связанная с климатическими изменениями. В странах в основном такого аридного, семиаридного поясов. Это совершенно очевидно наблюдается. Нехватка воды, рост, значит, стоимости производства сельскохозяйственной продукции в связи с ростом издержек, в частности, в связи с орошением и так далее. То есть это вот дополнительная нагрузка на сельскохозяйственный сектор, на глобальный сельскохозяйственный сектор. Ну и мы сегодня наблюдаем, когда эти кризисные явления накладываются одно на другое. Что первичное, этот самый коронавирус и ограничения связаны с ним, или климатические изменения, это уже по ситуации, как говорится. Господин Зубец, к вам хочу вернуться. Вот ранее вы сказали, что, скорее всего, не будет повтора того локдауна, который был в 2020 году. Но, тем не менее, мы видим, что уже есть какие-то ограничения, которых еще несколько месяцев назад не было. Как вы считаете, на каких секторах экономики эти ограничения скажутся? Точно так же, как и прошлый локдаун, то есть это туризм, авиаперевозки, ресторанный бизнес, или все-таки этот раз на каких-то других сферах? Я думаю, что удар, он довольно понятен, он очевиден, потому что, как правильно сказали, еще несколько месяцев назад, три месяца назад, когда мы делали прогнозы, наше видение развития мировой экономики, российской экономики в частности, были намного более оптимистичны. Мы рассчитывали на более быстрое восстановление и на сохранение высоких темпов восстановительного роста той же самой реальной заработной платы в России. Но удар произошел, омикрон есть, он отличается от предыдущих вирусов очень высокой скоростью распространения, он намного превосходит предыдущие версии вируса, по скорости заражения людей вокруг, с одной стороны. С другой стороны, как говорят врачи, а скорее всего его смертность, его силы этого вируса будет намного ниже, чем предыдущий вирус. И существует вообще мнение, что на этом пандемия закончится, на омикроне. Потому что если он по смертности не превосходит грипп, то по факту он превращается в обычное сезонное заболевание. И на этом можно будет считать, что пандемия закончена. Нам предстоит это еще увидеть, как каких-то финальных данных пока не огласили. Совершенно верно, абсолютно. Это одна из гипотез. Но если эта гипотеза реализуется на практике, а такая вероятность существует, то фактически мы находимся на пороге свертывания серьезных мер, связанных с предотвращением коронавируса. Если эта гипотеза не подтвердится, то мы получим очередную волну роста смертности, заболеваемости, очередную волну закрытия бизнеса, перевода на дистант различных предприятий. Я не знаю, как в Азербайджане, но в России народ очень нервно реагирует на введение разного рода ограничительных мероприятий. История с QR-кодами вызвала крайне жесткое неприятие со стороны населения. И в общем, попытка ввести какие-то ограничительные меры для сокращения скорости распространения вот этой новой версии вируса, они приводят к тому, что, собственно, нельзя сказать, что это на грани социального взрыва, понятно, нет, до этого далеко, но уровень недовольства крайне высокий. И правительство вынуждено реагировать на эти меры и ограничивать распространение антивирусных мер. То есть они не такие жесткие, не такие тотальные, повальные, обязательные, как это было в 2020 году. Все-таки государство вынуждено реагировать на мнение населения об этих мерах. И вот эти жесткие антивирусные мероприятия, они в России на сегодняшний день практически, ну, такие тотальные отсутствуют. И это тоже один из способов смягчения воздействия антивирусной программы, антивирусных действий на экономику. Поэтому, если мы говорим о каких-то глубинных серьезных последствиях, да, действительно, в первую очередь, пострадают те самые люди, которые пострадали в 2020 году. Это малый и средний бизнес, это прежде всего уличная еда, рестораны, гостиницы, перевозчики, причем перевозчики не только авиационные дальние, но и ближние, те же самые автобусы, общественный транспорт, проще говоря, тоже может сильно пострадать. В какой степени это катастрофично для данных отраслей экономики? В прошлом году, в 2020 году, очень многие эксперты у нас говорили о том, что это все, это конец, они больше не встанут. Встали как миленькие. То есть практически весь малый и средний бизнес, который должен был быть разоренным из-за ограничительных мероприятий, он практически пережил эти ограничения без серьезных потерь. Это говорит о том, что у малого и среднего бизнеса есть серьезные рычаги, запасы для выживания, повышения устойчивости. То есть, если мы говорим о каких-то серьезных макроэкономических потерях, то на сегодняшний день, у нас в России в частности, мы не видим оснований для серьезного снижения перспектив восстановления темпов роста ВВП. Да, он будет ниже, чем мы планировали, это будет там не 4%, а меньше. Но, тем не менее, положительная динамика ВВП должна сохраниться. Вторая важная вещь, за которой мы следим, это сохранение роста реальных зарплат за вычетом инфляции. На сегодняшний день нет оснований считать, что в нашей стране прекратится рост реальных зарплат. Скорее всего, он будет продолжаться, даже несмотря на вот эту волну, тем более, что вот те меры, которые предпринимаются для, ну, скажем так, снятия, да, опасности серьезных заражений, распространения заражений, они незначительны, они распространены только в нескольких регионах. И, в общем, не сказал бы, чтобы они даже там полностью выполняются. Поэтому, если говорить о секторах экономики, то, да, в первую очередь, те же самые сектора, с одной стороны, с другой стороны, вот тот же самый гостиничный бизнес, связанный с курортами и с отдыхом, да, населения. А вот в 2021 году, несмотря на сохранение и продолжение летом этого года ограничительных мер, заработал очень большие деньги. Ну, вот на российских курортах яблоку негде было упасть. И это поспособствовало повышению запаса прочности для тех компаний, которые сегодня попадают под новые ограничения. Поэтому, если говорить о каких-то серьезных последствиях эпидемии омикрон, ну, вы совершенно правы, надо дождаться вывода врачей и узнать, в какой степени этот вирус опасен. Потому что, когда он только появился, но первые оценки стояли в том, что он будет хуже, чем Эбола. А Эбола страшная болезнь с очень высокой смертностью и с высокой скоростью распространения. Ну, вроде как, Эбола пока мы не видим. Вот пока вот за последнее время я не знаю смертных случаев там среди моих друзей и знакомых, касающихся появления вот этого нового вируса. Поэтому и вообще смертность, вот избыточная смертность врачей, которая была очень высока в конце прошлого, в начале этого года, на протяжении всего 2021 года, она, в общем, имеет тенденцию к снижению. То есть, страна как-то приспосабливается к вирусу. Мы научились с ним жить. И что самое главное, вот есть два, две опции. Да, мы закрываем экономику и, скажем так, снижаем риск заболеваемости. Или наоборот, закрываем людей. Или другой вариант, мы продолжаем работать с риском заболеть. Вот российское население в своем большинстве выбрало второй вариант. Мы работаем с риском заболеть, потому что для населения, для массового российского потребителя, для людей, риск потерять работу значительно выше, чем риск заболеть. Тем более, что в последнее время, как я уже сказал, избыточная смертность, вызванная появлением вот этих волн штаммов одной за другой, она все-таки имеет тенденцию к снижению. Поэтому каких-то серьезных последствий для экономики, вот российской и мировой, потому что не только российское правительство действует по этой схеме, серьезные последствия от последней волны коронавируса я не вижу. Они будут, но они не будут действовать практически. Господин Велизаде, вновь хочу обратиться к вам и поговорить с вами о важной очень теме для нашей страны цены на энергоресурсы. Сейчас они находятся на достаточно высоком уровне, но учитывая то, что сейчас вводятся какие-то новые ограничения, в частности в Европе, как вы считаете, возможно ли, что они упадут? Или пока рано об этом говорить? Пока, честно говоря, если посмотреть на прогнозы, они очень разнятся. Есть прогнозы, которые говорят о том, что вполне возможно, что высокие цены на энергоносители сохранятся и в следующем году, причем они даже увеличатся. С другой стороны, есть прогнозы, которые прогнозируют, которые говорят о том, что цены, возможно, упадут до, скажем, до 40, в пределах 50-40 долларов за баррель. Но, как обычно, конечно, наиболее, скажем так, правдоподобными и реальными могут показаться прогнозы, которые, скажем, прогнозируют нечто среднее, где-то ценовой коридор от 70 до 80 долларов, ну, по крайней мере, на обозримую перспективу. По крайней мере, многие нефтяные компании и государства, нефтедобывающие, нефтегазодобывающие государства, ориентируются вот на такие, значит, прогнозы и рассчитывают свои, скажем, бюджеты, планы инвестиционного планирования, скажем так, исходя из этой цифры. Я думаю, что в целом еще какая ситуация. Сегодня происходит реструктуризация рынка энергоносителей, в частности в Европе. Это также влияет, в частности, на нашу страну, поскольку сегодня мы наблюдаем замещение традиционных видов энергоносителей возобновляемыми источниками, эта тенденция сохранится. Но на этом фоне растет потребность в природном газе, в водороде. Азербайджан нарастил объемы поставок природного газа в Европу в последнее время. И в ближайшие годы вот эта тенденция сохранится. Здесь оптимальная цена для нас. Сегодня, конечно, высокие цены, достаточные на газ в Европе существуют. Но даже с учетом их падения для Азербайджана это все-таки оптимистический коридор. И я думаю, что в ближайшие годы вот этот процесс стимулирует развитие, усовершенствование наших мощностей и добычи по экспорту. Есть планы по... И уже, значит, есть сведения о росте добычи газа на Шахданис-2. Есть планы по освоению других месторождений, транспортировке их в Европу. Вот я думаю, что этот вопрос также будет в приоритете. Кроме того, мы сегодня говорим о водороде. У нас есть программа выработки водорода и экспорта на внешние рынки. Это также очень перспективная программа на сегодняшний день. Мы говорим о возможности транспортировки энергоносителей из других источников через нашу транспортную инфраструктуру, что тоже сегодня очень оправданно. Конечно, есть еще моменты связанные с кооперацией. Вот недавно было подписано очень знаковое соглашение между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном по своповым поставкам. Я думаю, что вот в этих условиях Азербайджан более активно будет участвовать в своп-операции, поскольку освобождающиеся объемы газа у нас есть возможности транспортировать в европейском направлении, что более выгодно, чем реализовывать их на ближних рынках или даже на внутреннем рынке, а посредством своп-операций мы можем покрывать поставки из расчета потребностей на внутреннем рынке. И вот примерно сегодня, кстати говоря, газовая карта достаточно развивается очень активно. Есть, скажем так, проекты по строительству газопроводов из Восточного Средиземноморья на те же рынки, на которых мы участвуем. Но я думаю, что вот эти планы на ближние и среднесрочную перспективу нам как-то помешать не могут. Почему? Потому что, как известно, все эти контракты с покупателями газа, они долгосрочные, где-то до середины столетия они рассчитаны. Поэтому на сегодняшний день каких-то серьезных радикальных изменений на этом рынке не предвидится. Что касается нефти, то Азербайджан в последнее время делает ставку на производство нефтепродуктов и их экспорт. Доля экспорта нефтепродуктов в последнее время увеличивается. Это, конечно, не может заместить экспорт сырой нефти, но так или иначе тенденция налицо и с завершением реконструкции нашего нефтепрерабатывающего завода с возможностью выпуска высокооктановых видов топлива и последующей экспорта у нас появится возможность диверсифицировать свой экспорт энергоносителей за счет выпуска готовой продукции. ценовые характеристики на рынке на международных рынках нам, по крайней мере, исходя из той специфики, которая сегодня наблюдается, нам благоволят в целом. Господин Зубец, и, наверное, последний вопрос у меня будет к вам. Становится очевидно, что пандемия пока с нами, о конце говорить не приходится, она уже негативно отразилась на многих сферах экономики. Как вы считаете, в новых реалиях какие сферы экономики могут стать драйверами роста? Смотрите, ну, вы правы, действительно, эпидемия нанесла большой вред мировой экономике. Но вот, если вернуться к вопросу цен на нефть, необходимо понимать, что американская экономика сейчас растет быстрыми темпами, они активно восстанавливаются. Соответственно, спрос на нефть со стороны и американской экономики, европейских, которые тоже на подъеме, будет увеличиваться. С другой стороны, вот я согласен с коллегой, в следующем году, где-то к середине, ко второй половине, можно ожидать серьезного провала цен на нефть, вплоть до там 40 долларов за баррель. Есть такой риск. Я думаю, что цены на нефть на ближайший год-два будут сильно волатильны, и они не будут высокими. Надо это понимать. Потому что надо понимать, что сегодня цены на нефть удерживается сделка эффект плюс. Если эта сделка треснет, а такая вероятность существует, мы увидим снова низкие цены. Теперь, собственно, ваш вопрос относительно секторов экономики, которые в данных случаях могут быть приоритетны. Я согласен с коллегой, что это переработка топлива, переработка на места, то есть это химический, нефтехимический комплекс, это производство, в том числе удобрений. Страны, которые имеют дешевые ресурсы в виде дешевых нефтегазов, могут заработать большие деньги на этих производствах. Тем более, что в отличие от других ресурсов, спрос на мировом рынке на удобрения будет только расти. Падать он уже не будет, он будет только увеличиваться. Безусловно, высокотехнологические сектора экономики, связанные как с топливной отраслью, так и не с топливной, всякого рода лекарства. Понятное дело, что лекарства это звезда, которая взошла во время ковида и которая заходить точно не собирается. Еще целый ряд высокотехнологических отраслей, связанных, например, с хранением энергии, передачи на расстоянии и использование, разнообразие использований разных видов энергии. То есть, в мире полно и для России, и для Азербайджана тех сегментов, где мы можем развиваться и добиться хороших результатов. Спасибо большое, уважаемые эксперты, за интересную беседу. К сожалению, передача наша заканчивается. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня», вела ее я, Елена Косолапова. Сегодня мы обсуждали возможность введения нового глобального локдауна из-за нового штамма коронавируса омикрон и как это может отразиться на мировой экономике. На мои вопросы отвечали Ильгар Велизаде, политический аналитик, специалист в области экономической географии и Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук. А я на этом с вами прощаюсь и желаю вам хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин